Если ты скажешь, что ты патриот России, ты любишь свою страну, ты у определенного класса, слава богу, что этот креативный класс, так называемый, хотя им больше подходят креаклы, как они сами себе именуют, слава богу, что они в подавляющем меньшинстве. Слава богу. Потому что, знаешь, когда вот эти люди начинают говорить о том, что любить Россию это плохо, вообще любить свою страну плохо, мне кажется, эти мальчики и девочки скоро договорятся до того, что вообще родственные узы это прошлый век, что любить маму и папу это плохо. Зачем? В принципе, патриотизм это плохо, для меня это равно самоуничтожению. То есть все то, что для страны нехорошо, чревато там самыми ужасными последствиями, люди начинают это приветствовать, а когда ты говоришь, да вы что, постойте, тебя поносить как только можно, на чем свет стоит, Вот это, мне кажется, некий биологический сбой у людей. Послушай меня, Аня, ты знаешь вообще, кто больше всех радовался, скакал и прыгал от счастья, когда сборная футболу проиграла наша команда? Кто? Креаклы. Вот это, слава богу, мимо меня прошло, а какая аргументация какая была? Аргументация? Да слушай, все равно, лишь бы было плохо России. Я не понимаю, почему эти животные живут здесь, и при этом так ненавидят эту страну. Слушайте, родненькие, валите, а, в Штаты. Валите во Львов. Ну, в Западную Украину, пожалуйста. Цепляйте там себе на шею сине-желтые ленточки. Прыгайте. Не, понимаешь, самое такое удивительное. Песенки пойте. Этим людям нравится жить здесь, получать хорошую зарплату в хороших компаниях, которые, в общем-то, странным образом тоже ведут свою деятельность. Наверное, откаты какие-то осуществляют при заключении контрактов различных. Они это знают, но их это никак не смущает, потому что это все не они, это как-то вот, ну, не надо просто об этом говорить. Послушай, Аня, знаешь, вот очень часто говорят паразитирующие. Хорошо живут, ходят в рестораны дорогие, ездят отдыхать. Не, они себя не обижают. При этом все плохо. Все плохо. И знаешь, что самое главное? Цензура их душит. При этом они могут вякать на каждом углу. Они узнаваемы. Мне многие говорят, что они похожи, уже избитая фраза на паразитов, да, неких, которые паразитируют на теле человека, вот они паразитируют на теле государства. Да нет, они не паразиты, это пиявки. Они сосут кровь, понимаешь, у государства, выступая внутри нашей страны против нашего государства. При этом они не выступают, чтобы они понимали. Они выступают не против какого-то конкретного политика. Они выступают не против главы государства. Они радуются, когда в стране плохо. Они радуются, если наша сборная проиграла. Они разочарованы, что у нас так хорошо прошла Олимпиада. Они разочарованы количеством медалей. Они начинают выискивать, а студенты ли это все-таки были, если мы победили в универсиаде. Понимаешь? Ну, ты знаешь, я, наверное, вот ретроград самый такой закоренелый. Потому что мне кажется, что человек, если уж занимает какую-то позицию и считает себя там уважаемым, достойным уважения, который считает возможным транслировать свою точку зрения на широкий массовый, он должен быть последовательным. А в чем заключается эта последовательность? Если тебе не нравится, если ты клянешь, на чем свет стоит, ту страну, где ты живешь, если все здесь нехорошо, если нечестно, не по справедливости, то ты либо, с одной стороны, ты тогда, ну, если ты хочешь улучшить, ты тогда прикладывай усилия и делай реально какие-то шаги, способствующие эту ситуацию изменить. Либо тогда уедь и живи там, где тебе полностью нравится, где все тебя устраивает. Но вот эта странная ситуация, когда я денежки получаю, живу хорошо, но одновременно с этим все отвратительно, вот я честно понять не могу. А ты знаешь, в чем большая проблема их? Знаешь, в чем их большая проблема? Если они отсюда уедут, они будут неинтересны, им уже не будут платить. Ты правда думаешь, что они делают по зову души и сердца своего бесплатно? Они уже будут неинтересны к заказчикам. Платить никто не будет. Поэтому они вынуждены жить здесь, в России, для того, чтобы получать определенные денежки. И за эти денежки вякать в своих жижешечках. В угогашечках. Понимаешь? Нет, самое главное, что... Это же их стиль жизни. Эти люди любят кричать о том, что душат свободу, при том, что они не стеснены ни в лексике, которую они используют. Они утруждают себя какой-то вежливостью при общении с оппонентами. Аргументы, которых заключаются в основном репликами «Горите в аду, вас всех надо вешать». А как тебе нравится, назови мне хотя бы еще одну страну мира, где человек не окажется сразу же за решеткой, ну или как минимум спецслужбы не начнут с ним разговаривать в подвале. Назови мне хотя бы одну страну мира, где это не произойдет, когда во время войны в соседнем государстве люди радуются количеству убитых сторонников, например, дружбы с Россией. Ты не обратила внимание? Как живя в Москве, живя в Ростове, живя в Краснодаре, определенные вот эти вот личности, да, так называемые, именующие себя оппозиционерами, хотя к таковым вообще не вправе люди себя причислять, потому что они не оппозиционеры, они мерзавцы и негодяи, которые начинают аплодировать грузу 200 и говорят «О, как хорошо в Одессе там шашлычок пожарили из людей». Но это моральное уродство, другим словом, это никак не назвать. Так эти твари, они живут здесь, Ань. Это не бендеровцы, это не люди западной Украины, понимаешь? Это мерзота, которая ходит по нашей с тобой земле. Это мерзота, которая в кармане имеет паспорт гражданина Российской Федерации. Это скотина, которая будет потом получать здесь пенсию, понимаешь? И жить потом будет здесь. Ну и совершенно, конечно, вот вещи, которые меня потрясают до глубины души, когда гибнут коллеги там из твоего цеха. Журналисты, да. Журналисты. И человек не может из себя выдавить какие-то слова соболезнования, а если это и делает, то непременно с такими оговорочками. Ну, несмотря на то, что... И несмотря на то, где работал этот человек, и опуская многочисленные там факты, тем не менее, так и быть, мы соболезнуем. Это вообще что такое? Это не что такое. Это Венедиктов такое. Понимаешь? Это Венедиктов такое и а-ля компания. Я читал его соболезнования. Лучше бы молчал. Вот я с тобой абсолютно согласна. Есть случаи, когда лучше промолчать, чтобы уже совсем себя не дискредитировать до крайней степени. Понимаешь? Потому что есть в каждом человеке, ну хотя бы что-то святое. Тот порог, который переступать нельзя. То, что отличает тебя от животного. И когда ты этот порог переходишь, дальше тормозов уже не будет. Дальше можно все. Дальше тебя уже ничто не остановит. Ты слетел с катушек, ты несешься по наклонной. Вот эта тонкая грань, вот этого камушка соответственной горы, который тебя еще удерживает от падения, кубарем вниз, является твой внутренний голос совести. Если ты его не слышишь и если ты готов, да не важно, коллеги или кто, люди, которые были безоружны, их задача была снимать хронику, рассказывать в новостях о происходящих событиях. И этих людей убили. И если ты вместо слов сочувствия еще при этом пытаешься заработать себе политические очки, ты просто мерзавец. Ты мерзавец и негодяй. Я совершенно не стесняюсь произносить это подобным людям в лицо. Для меня эти люди не рукоподатны. Я не знаю, что это такое.